Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хиван. Сегодня мы поговорим с вами об одной очень серьезной проблеме, которая особенно остро стала в тепличных хозяйствах, мини-хозяйствах, приусадебных хозяйствах, особенно там, где выращивают огурцы и томаты, в основном их там и выращивают. Это, конечно же, белокрылка. И это видео записать для вас и поговорить с вами заставило распространение в интернете информации о том, как бороться с белокрылкой бабушкиными методами. В первую очередь я хочу сказать, что белокрылка – это очень опасный вредитель. Его опасность связана с тем, что он очень быстро размножается, и сдержать его бывает очень сложно. Из-за того, что белокрылка широко распространилась по странам умеренной зоны по тепличным хозяйствам, ее уже давным-давно, десятилетиями, травят различными группами химических препаратов. И к многим из них – перитроидным, фосфорорганическим, неоникотиноидным – белокрылка уже стала давным-давно привычной. Один из видов белокрылки, которую можно встретить в оранжереях, есть, конечно, цитрусовая, шипастая какая-то белокрылка, есть черная белокрылка, между прочим, черная белокрылка. Наверное, никто из вас и не слышал. Вот обыкновенная такая белокрылочка с белыми крыльями, которую вы можете видеть в видео разных, когда мы говорим о белокрылке, ее себе представлять. Это табачная белокрылка, которая является карантинным объектом. И если какая-то продукция заражена этим вредителем, то она не подлежит перемещению через границы. Настолько белокрылка опасна. Насколько же могут быть эффективны бабушкины методы? Почему мне важно вам об этом сказать? Потому что особенно неопытные огородники, которые впервые, может быть, или только начали сталкиваться с этим вредителем, начнут работать против него с помощью этих бабушкиных методов и упустят драгоценное время. Потому что, когда вы увидели одну белокрылочку, она полетела, и начнете борьбу с ней активную, в этом случае шанс ее победить есть. А когда вы уже видите, что она разлетается достаточно активно, то победить ее уже практически невозможно. То есть здесь очень важно, номер один задача – это задавить гада на самом корню, в самом начале ее развития. Итак, я читаю один из популярных сайтов интернетовских, и здесь перечислены методы, ну, бабушкины методы борьбы с белокрылкой. Натуральные химические средства всегда будут под рукой. И такой натуральный инсектицид – это табачно-мыльный раствор. Вы знаете, что я недаром назвал табачную белокрылку, как одного из наиболее злостных представителей вот этого вредительского отряда белокрылок. Я назвал потому, почему? Потому что она уже давным-давно привыкла к этому табаку, к этим веществам токсичным, которые содержатся в целевых растениях. И в табак она жрет, и никотин ей не страшен, и другие алкалоиды не страшны, и солонин в томатах, и в картофеле ей не страшен. Она к ним исходно, изначально, природно адаптирована. Поэтому никакие табачно-мыльные растворы, к сожалению, победить белокрылку не позволят. Максимум, что можно делать, это обрабатывать этими растворами до того, как белокрылка у вас появилась. В каком случае необходимо применять этот самый табачно-мыльный раствор? В том случае, когда у вас есть какая-то рассада, ну, может быть, ну, неизвестного происхождения. Кто-то вам дал, да, из неизвестного источника. Или этот источник растений недостаточно надежный. И вы для профилактики можете обработать табачно-мыльным раствором. Еще более эффективным будет не просто табачно-мыльный, а щелочной табачно-мыльный раствор, о котором мы говорили в одном из наших выпусках. Следующее средство, которое рекомендуют против белокрылки, чесночный раствор, что якобы это народное средство принесет долгожданные плоды. Однако же могу вам сказать и на собственном опыте, что вы можете хоть чистым чесночным соком мазать эту белокрылку, ну, разве что у нее крылышки слипнутся, а личинкам, яйцам ни холодно, ни жарко от этого раствора. Да и садится белокрылка на такие листья, прекрасно обработанные чесночным раствором. Бракую абсолютно неэффективно. Следующее средство, которое рекламируют против белокрылки, это раствор перманганата калия или обыкновенная марганцовка. Этот метод вообще не выдерживает совершенно никакой критики. Это не только неэффективно, но может также и ослабить растения, ну, в лучшем случае не нанесет им вреда. И если раствор будет достаточно крепкий, он ослабит растения, что белокрылки будут только на радость. Могу сказать так, что я испытывал даже, ну, не просто марганцовку, а я испытывал гипохлорид, то есть хлорку, и очень крепкие растворы испытывал, в том числе на растениях, пораженных белокрылкой. И поверьте, там запах стоял, даже этого гипохлорита, неимоверный. И абсолютно никакого не было толку. Белокрылка прекрасно садилась на эти самые листья, даже обработанные гипохлоритом. Ну, я экспериментировал, в том числе для того, чтобы дать советы относительно, ну, антигрибкового, обеззараживающее действие подобного рода растворов. Ну, испытывал, насколько крепкие концентрации могут быть токсичны для растений, чтобы дать адекватные рекомендации. Не действует, точно так же не действуют и другие минеральные растворы, такие, например, как раствор медного или железного купороса. Белокрылка на них вообще никак не реагирует. Поэтому эти варианты обработок мы тоже пропускаем. Ну, что касается эффективных методов борьбы с белокрылкой, которые также приводятся, как правило, в подобного рода статьях, это механический сбор ее на разные липкие составы. Это может быть мед с касторкой, это может быть клей для мышей, это могут быть еще какие-то клейкие вещества, нанесенные на таблицы желтого цвета, или можно покупать эти таблицы желтого цвета, клейкие готовые, и развешивать их. Вот этот метод является вполне эффективным. Опять же, он хорошо действует тогда, когда белокрылки очень немного, и если вы уже ее обнаружили, то в этом случае, конечно же, необходимо использовать эти таблицы, ну, пожалуй, в первую очередь. Из среди эффективных мер борьбы, которые не наносят вреда растениям и не наносят вреда здоровью человека, стоит отметить препарат, который называется ПСК полисульфид кальция или ПФК Лерос. Ну, и там действующее вещество одно и то же. Оно помогает избавиться и от паутиного клеща, и в значительной степени снижает численность белокрылок. Поэтому, если у вас огуречная теплица, и там белокрылка развелась, обязательно используйте препарат ПФК Лерос по инструкции. Он доступен, он продавался в течение сезона продаж, в том числе в магазине Процветок, интернет-магазине Процветок. Поэтому, кто хотел, тот приобрел. Кроме того, есть ряд таких, ну, испытанных способов, иногда даже необычных, о которых мы не раз говорили у нас на канале. Пересмотрите, пожалуйста, эти ролики и пользуйтесь только теми способами, которые были проверены. Ну, конечно, я могу сказать так, что есть разные культуры. Томат, огурец, фуксия, на ней белокрылки очень сильно поселяются. Есть разные условия. Жаркая теплица, менее жаркая, более жаркая, более увлажненная, менее увлажненная. То есть, есть разное состояние растений, поэтому надо пробовать вот эти эффективные меры различные. Но, пожалуйста, не упустите драгоценное время и не реагируйте на эти вредные советы по борьбе с белокрылкой. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова